89-й, 1-й, на прием. На месте вызова ликвидация, ликвидация, проливка. На 18-м этаже работают два ствола, и три ствола работают на защиту. На 18-м и на 19-м, как поняли. Протянуть магистральные линии и развернуть оперативный штаб. По легенде, огонь вспыхнул в одной из квартир на 18-м этаже высотки. Система пожаротушения не сработала, и пламя охватило более 80 квадратных метров территории. Сценарий самый сложный. Пожарным нельзя допустить задымление верхних этажей. Но все же готовыми нужно быть к любому развитию событий. Возможно, такие варианты, которые даже предусмотреть невозможно. Те же самые вентилированные фасады, распространение пожара по балконам вверх может очень спокойно пойти. Соответственно, задымляются выше лежащие этажи. То есть, очень опасно это именно эвакуация выше пожаров. То есть, вот здесь очень много народу и требуется очень много личного состава, чтобы все это быстро успеть эвакуировать людей. Машины по очереди подъезжают к высотному зданию. Первая группа пожарных сразу отправляется наверх. Следующая подает воду для тушения. Алгоритм отточен до автоматизма. 11 единиц техники, свыше 60 человек. Именно столько понадобится людей и машин, чтобы в реальных условиях потушить пламя в 25-этажном здании. Пожарно-тактические учения на домах повышенной этажности, то есть высотой более 50 метров, в регионе проводятся впервые. Всего в Самарской области свыше сотни таких зданий. Чтобы быстро добраться до очага возгорания и спасти людей, у пожарных должна быть отменная физическая подготовка. Высокая этажность, лифтами пользоваться нельзя, все ногами, лестницами. Как правильно организовывать эвакуацию, как выводить людей из данных высоких зданий. Все эти вопросы мы сегодня для себя отработали, уточнили. Сегодня работу пожарным существенно усложняет погода. Сильный ветер здесь наверху дует в одну сторону, а внизу уже в другую. При этом гораздо труднее тушить огонь. Также невозможно развернуть и внешнюю пожарную лестницу. Она просто не выдержит такого ветра. Работой пожарных руководство осталось довольно. С задачей сотрудники МЧС справились. Такие учения планируется провести по всему региону. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова